Подведены итоги поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Активное участие в краевую акции приняло Вознесенское поселение. И в День России здесь приняли решение провести торжественное чествование номинантов. Большое мероприятие организовали в местном Доме культуры. В этот день приглашенные говорили о том, что гордятся своей малой родиной и в целом страной. Этот праздник символизирует национальное единение и общую ответственность за настоящее и будущее России. Уже сколько лет прошло, мы живем, жили раньше в СССР, как говорится. Но сейчас Россия – это действительно Россия, единственная, единая Россия. И мне кажется, каждый человек, который уже родился, как говорится, в России и растет в России, он будет любить до конца свою родину, свою Россию. Мы гордимся нашей страны, а как же. Очень гордимся нашими спортсменами, которые, пускай их не пускают Олимпиаду, но знаем, что если они там были, они бы победили. Очень гордимся другими достижениями нашей страны. В области нанотехнологий, но в других областях у нас тоже мы не отстаем. Все пришли отметить День России, потому что это главный праздник страны, мы думаем. Почему? Потому что раньше был Советский Союз и каждая республика что-то. А теперь мы россияне, мы отдельная страна, мы гордимся своими достижениями, своей страной, своим народом. Гостей встречала живая музыка. Юный пианист с виртуозной игрой создавал праздничную атмосферу. В фойе учреждения культуры организовали выставку детского творчества, посвященную 80-летию образования Краснодарского края. Каждая работа – частичка души и талант молодых вознесенцев. И, конечно же, почетное место в зале заняла фотогалерея под названием «Имя Вознесенского поселения». Люди – это главная гордость поселения, говорят представители власти. Мы собрали информацию о лучших людях, о лучших людях всего периода образования, существования Станицы Вознесенской. Сюда вошло и молодое имя Станицы Вознесенской, сюда вошло и боевое имя Станицы Вознесенской, трудовое имя Станицы Вознесенской. Эти 27 человек – это достойные люди Станицы Вознесенской, всех населенных пунктов, входящих в Вознесенское сельское поселение. Поэтому мы с большим чувством, с большим трепетом будем сегодня честовать, награждать этих людей, ныне живущих, и вспоминать тех, кого сейчас с нами нет. Я надеюсь, что это войдет в добрую традицию, и через некоторое время мы еще раз проведем такую же исследовательскую экспедицию, потому что хороших людей, замечательных людей на наших землях, на наших просторах много. В Большом зале Вознесенского дома культуры собрались жители населенных пунктов, входящих в состав поселения. В первом ряду ветераны войны и труда, те, кто вложил много сил и здоровья в развитие своей малой родины. На примере многих сегодня воспитывают молодежь. Имена самых достойных земляков звучали со сцены. Они стали участниками краевой и поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». В результате проведенной работы в поселении был сформирован список номинантов победителей. 27 жителям присвоено имя Вознесенского поселения по пяти направлениям. Боевое имя, духовное, трудовое, молодое и благотворительное имя. Все мы живем в России. Россия – это наш общий дом. И сегодняшние наши номинанты, а это 27 человек, они прославили не только нашу станицу, наше поселение, Лобинский район, но и весь Краснодарский край. Их имена гремят и в России. Их имена можно прочитать в Большой советской энциклопедии. Их трудовой подвиг отмечен высокими наградами, героями Советского Союза, героями социалистического труда, героями России. Этот праздник ждали многие-многие семьи. Пришли сегодня с большой надеждой и радостью услышать о своих близких родственниках. Они очень благодарны, что мы о них не забыли, что мы помним их важные дела. Победителям вручили сертификаты. Номинанты-современники с волнением поднимались на сцену, а за ушедших из жизни победителей сертификаты получали их близкие родственники и единомышленники. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.